Ой, девочки, утренний кофеёчек на свежем воздухе. Боже, какая благодать. Я только что выцедила уже две чашки. Девчонки, на свежем воздухе это просто балдёж. Кофе по-другому совсем чувствуется. Классно. Ребятки, приветик. Ху-ху. Ребятки, вы гляньте, какая красотенья. Кто помнит кукурузники, которые летали раньше на море, там, еле не знаю, в другие посёлки. Вот вам вторая копия. Ну, в принципе, для одного человека, а. Ай, прикола. Смотрю, всё время проезжаю. Думаю, пойду вам покажу. Кстати, мы сейчас находимся в Уэркаль. Вон, видите, написано. Уэркаль де Альмерия. Ребятки, этот Уэркаль, помните, который я ездила три часа от Альмерии на автобусе. Да. Вот именно этот, этот посёлок. Ой, ребята, я как вспомню эти поездочки на автобусе. У меня ж дурственно, блянь, становится. Мне, когда поломалась машина, ну, вот, когда мне сказали, да, что я уже вижу, что немножко ломается, я только вспоминаю это место, что мне надо добираться, и у меня волосы дыбом становятся. Кстати, я вам не сказала, а, что я буду продолжать работать, но только по утрам, ребят. Вечером не буду работать, буду просто-напросто отдыхать. То есть, потому что такая ситуация, что полностью останавливаться мне, ну, как вы понимаете, нельзя. Кстати, прикольно сделали, да, гляньте, три пальмочки вместе, и там тоже так оригинальненько смотрится. Везде вообще-то по одной пальмочке, а. Кстати, у нас сегодня хватит времени даже попить кофеечек. Ну, конечно, это у нас называется Лос Пинус. Здесь, конечно, тоже живут, как говорится, люди, ну, такие, знаете, такие бедненькие, вы поняли, да? Ой, слушайте, как прикольно они раскрасили мусорки. Вон, видели, прошли, а там вот лужица. Видно, только утром их мыли или ночью. Вы знаете, мне очень нравится в Испании, потому что проходишь вот именно даже летом, между мусорок, да, воняет, но их просто по ночам моет хлорочка, обмывают все. Ну, некоторые люди выбрасывают, говорится, ну, свои сумочки ночью, тогда, конечно, будет вонизм, а вообще-то довольно-таки чистенько. Мне очень нравится этот райончик, ну, хоть он подальше от Альмерии, ну, классненький. 8.45, да? 28 градусей. Трэш, а? Боже, какая жара! Всем приветик, мои хорошие девочки, вы заценяйте, у меня причухан после бассейна. У меня жлокан, блядь, вырос, а? Боже, какая жара, девчонки, какая жара! Кстати, девочки, мальчики мои, хотела у вас поинтересоваться, а в вашей стране, ну, я говорю, ну, типа наших девочек, вот наших, да, вот, туалеты у вас платные? Почему спрашиваю? Потому что, мне кажется, последний раз, когда я была в Украине, были платные. Вот именно такие вот, да, вот, когда идешь, пьешь кофе, можешь потом, да, я понимаю, пользоваться туалетом, правильно? Ну, а вот вообще-то, зайти куда-нибудь так, сходить в туалет, может, какие общественные есть, но это подкол, девочки. Хотя, напишите, мне будет очень интересно, сколько стоит туалет? И вообще, сколько стоит чашка кофе? Сколько стоит, к примеру, я не знаю, допустим, что у вас в стране есть бесплатное? Вот это меня ничего интересует. А почему я вас спрашиваю? Потому что вчера у нас там женщина меня обозвала, что ее там чуть ли не обокрали, и я какая-то аферистка, потому что чуть ли не рекламирую аферистов. Девчонки, вы знаете, с одной стороны, я вот понимаю людей, вот, особенно пожилых людей, очень много есть аферистов и правда. Люди, которые крадут там банковские счета, там, господи, чего только нет, там только начать перечислять. Тем более, допустим, в ваших странах. Да и в наших странах, вот здесь, вот, в Европе тоже такого гомна хватает. Ну, честно говоря, мне кажется, женщина вчера немного перегнула. Я прорекламировала, ну, как не прорекламировала, я не могу сказать, что это реклама. Просто решила с вами поделиться вот этой ссылкой на агентство знакомств для женщин, для мужчин, для одиноких женщин. А вдруг повезет, знаете, вообще без всякого. Заходит женщина, буквально через час, она криком орала, что ее ободрали там с ног до головы. Смотрите, как я зашла и посмотрела, сколько там было, я не помню точно, регистрация. Это, допустим, как сайт знакомств, да. А потом только, допустим, вы уже уходите в агенцию знакомств. То есть, когда вы не регистрируетесь, просто вы ничего не платите. Если вы уже хотите с этими людьми работать, тогда, конечно, вы платите, сколько там было, 8,90, нет, вход 4 за вход, за регистрацию ваших данных, да, когда вы вгоняете. Там платится 4,90, да, 4 евро 90. Ну, может, это много денег для многих людей, я понимаю, но у нас, в принципе, это стоит чашка кофе, нет. Ну, немножко две чашки кофе, понимаете, или три. Ладно, потом, допустим, если хотите, чтобы вам предоставили 5 мужчин, агенция вам подбирает 5 мужчин, подходящих вам, допустим, смотрят ваши данные и все остальное, с вас берут 8,90, если я не ошибаюсь, 8 евро 90. То есть, вместе, для того, чтобы тебе предложили познакомиться с мужиком, там, вы сколько там, 15 евро тратите, это что, деньги? Люди работают, люди тратят время. Ну, я вообще-то, мое время, каждая минута моего времени, это тоже деньги, и вашего, наверное, потому что вы бесплатно не работаете, женщина. Я обращаюсь именно к ней, правильно? Да и вообще, ребят, ну, я, честно говоря, не знаю, я была немножко в шоке. А может быть, даже я подумаю, что вот именно вы имеете свое агентство, и именно, ну, как конкуренция, правда, я же тоже могу это перекрутить, как хотите. Ну, короче, девочки, вы взрослая женщина, понимаете, да? Вас туда палками никто не звал. Я просто порекомендовала эту агенцию, вы поскакали в течение часа, вас уже обокрали. Что-то там быстро работает агентство, правда? Правда, девочки, вы поняли, да? Ну, короче, я в моих видео постоянно показываю, очень часто, то, что я пользуюсь, то, что я кушаю, за сколько я его купила, цену, то, что я одеваю, все абсолютно, девочки. Вы заметили, правда? Постоянно делюсь откровенно со всем. Но что-то я вас никого не заставляла, мне кажется, идти и покупать. Простите, если вы шли в агентство туда искать себе пару или мужчину, или вас туда никто палками не гнал. И я думаю, читать вы тоже умеете. Если вы что-то не поняли, если у вас что-то не получилось, то, извините меня, вы взрослый человек, правда? И вообще, она написала там еще один комментарий, честно, девочки, просто я так рассказываю вам то, что я читала, да? Многие люди тоже боятся давать свои данные. Ребят, ну скажите мне, пожалуйста, вот как у вас может взять какие-то деньги без вашего разрешения? Ну, я не знаю, честно, у нас здесь в Европе, когда у тебя есть счет, у тебя приходит отчет, что у тебя высчитывают. Если с тебя обокрали, ты идешь и пишешь заяву там, или, понимаете, о чем я говорю, если вы даете свои данные. Так, если жить с вашими понятиями, так вообще можно с дома не выходить. Хотя я опять же говорю, что есть такие люди, да, которые все это делают. Ну, девочки, сейчас везде даете свой банковский счет и свои данные. Ну, короче, я смываю в этом руки, потому что вы, мне кажется, перегнули, я не знаю, сколько лошадей перегнули. И еще, мои девчоночки и мальчишечки, убедительно вас прошу, пожалуйста, чтобы вы учли еще одну такую вещь. На моем канале есть различные страны, где мы живем очень мирно. Если кому-то не нравится какая-то страна, и то, что мы здесь дружимся, и то, что у нас все мирно и спокойно, кедри не матери на родимом катере, я не хочу никакой ненависти моей каких-то провокаций. Если я еще раз увижу, ну там знает, да, о ком я говорю, еще раз увижу, как говорится, будет называть страны там обзываловкой какой-то, какое-то будет неуважение к странам, блок и кедри не матери. Это я сразу вас предупреждаю, потому что мой канал, где у нас интернациональный и дружный. Покупались, девочки, надо идти что-то варганить мне этот самый, вот на обед себе. Кстати, я сегодня притащила с другой квартиры, ну, с другого дома, дровушки. Ну, так как они у меня друг друга все знают, мне дали даже свои дрова от своей печи. Так что у нас сегодня точно будет барбакю. Братки, трешняк, а? 9 часов вечера, я потом, блин, обливаюсь. Сейчас я вам покажу, что я сделала. Ну, надо же чем-то заняться, правда? Те помните, да, у нас такие вот дебри были, вот эти вот цветочки, которые такие заброшенные. И вот гляньте, как я их привела в порядочек. Там даже камушки видно, он виден их, поразгребала более или менее. Здесь камушки такие разноцветные, они пособирали. А сейчас листьев понагортала, все. Ну, короче, сейчас буду второй скупти. Дяюшка, бля! Ой, ребятки, вот сейчас и правда будем делать барбакю, а? Ой, вот сегодня я уже готова. Сегодня я буду как принцесса. Ну что, ребятки, все-таки я решила делать барбакю. Не знаю, разожгу или нет. Ну, почти 10 часов ночи, а? Вот это у нас сейчас будет ужин. Я себе положила немножечко по всему. Ай, класс! Правда, для меня одно это будет многовастенько, еще и овощи есть. Короче, ребят, мы еще и завтра будем ужинать. Ой, а запахи, а запахи. Прикиньте, не нашла нормального масла? Должна была огонь разжигать оливковым маслом. Дожились, а? А, кстати, барбакю классная. Раз так опустил ее вниз, поднимаешь, очень удобно даже. Вы гляньте, ребятки, опять у меня получилось немножко поджаренное. И грибочечки, гляньте, как аппетитненько, и курочка. И вот немножко помидорчиков, и, честно говоря, мне уже больше не хочется. Ну, конечно же, пивко, а? Правда, принцесса, знаете, что перед тем, как сделать барбакю, вот это вычистила все, и, наконец-то, я подрезала вот эти вот деревья. Ой, чуть не грохнулась. Видели, да? Вот раньше листики были, такая хрень разная. Гляньте, повычищала все, поподрезала. Ой, вот этого красавца тоже взяла, попочистила. Бусинга, много деток у него было. Навела порядочки, гляньте, а? Все так организовано. Ну, а завтра буду вычищать все остальное здесь, когда уже будет времечко. Ну, у меня уже ужин готов, погнали. Ребятки, сижу и балдею. Вот поднимите меня, пожалуйста, Донкратом, вызовите мне Донкрат. И вы знаете, сегодня вот так заметила, нас работает здесь три человека. Допустим, я работаю, прихожу, помогаю здесь. Потом приходит у нас, который подрезает деревья. Ну, конкретно там большие деревья и все остальное смотрит именно за хардином, ну, за садом. Потом приходит к нам еще мужчина, который работает по дому. Но он не каждый день приходит, но один раз в месяц точно. Что-то подремонтировать, что-то сделать, где-то там подкрасить, где-то, ну, понимаете, да, что-нибудь такое серьезное, которое разбирается в электричестве, разбирается все, о котором я мальчикам нашим говорила, да, что человек умеет абсолютно делать все. Вот таким людям, как говорится, обращаются постоянно. И вот, смотрите, я сегодня тоже там покрутилась, поделала там всего понемножку. Сейчас вот это пойду, помою посуду. И вы знаете, половину дел еще не сделаны. И вот люди, которые живут здесь, это сколько надо бабла, чтобы это все содержать. Это мало того, чтобы платить за свет, за воду, ну, в принципе, здесь не очень так много, знаете, но оплата нам, оплата за содержание у всем, короче, нужно, чтобы контракты были, ну, короче, ребят, честно говоря, работы сколько всего. И все время становится вот что-то не сделано. Там вот листики попадали, там что-то попадало, короче, там подремонтировать надо, там что-то поломалось, это трешняк. Вы знаете, вот такой вот большой дом я бы себе не хотела. Я бы хотела что-то себе помаленькое, такое небольшое, знаете, с таким вот, как я всегда говорю, с кусочком земельки, там, чтобы порыться, поковыряться, но здесь можно зарыться. Ребята, зарыться. Нафиг оно такое надо. Я, честно говоря, не хочу. И вы знаете, вот так вот, если бы не люди, которые работают на них, допустим, здесь одному, ну, никак не справиться. Абсолютно. Даже они, я знаю, они приходят, постоянно тоже здесь крутятся, тоже что-то делают, там, даже могут и пойти подкрасить, и поубираться. Все делают, понимаете? А когда приходят внуки, то тут вообще трешняк, понимаете? Тут все на ушах стоит. Так что, ребята, честно говоря, не то, что я могу сказать, я не завидую. Я вот, честно, не завидую. Потому что, когда люди уже в возрасте, ну, не хочется абсолютно ничего делать. Уже хочется, чтобы такое поменьше сесть и сидеть. Вот я тоже замечаю по ним, ему это же все уже надоело. Понимаете, раньше так, вроде, смотрели за ним, так, ну, более-менее. Сейчас вижу больше людей, больше людей и больше людей, которые работают, и все, растраты. В этом году, допустим, они покрасили полностью изнутри, покрасили все снаружи тоже. А представьте, это сколько работы, потому что домина громаднейший. И тут только не один, тут два дома. А вот эту площадку, где я сижу, тоже все полностью перекрашивали. Ну, короче, ребят, даже если я выиграю лотерею, я этого не хочу. Я вам честно говорю. Я вот сейчас сижу и думаю, выпить мне еще одного пивка или уже идти ложиться спать уже почти по 12 часов. А я вот это вот сижу с вами, размышляю. Завтра, вы знаете, добровольцем пойду на работу. Мне попросили там сделать одну замену. И я вот это сижу и думаю, нет, наверное, все-таки пойду я развеюсь. Бо чересчур спокойненько здесь. И завтра, как всегда, мой кофеечек, ребятки, боже. Я сегодня с купальника целый день не вылазила. Вы знаете, а зачем? Такая благодать. И вот эта тишина. Супер, супер. Супер.